Я бы его хотел показать в такой развлекательной манере, чтобы оно было что-то интересное. И сообщаю вам, что сегодня, несколько часов назад, закончился самый яркий эмоциональный турнир в международном календаре. Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу. Ну, а среди мужчин и среди женщин. В мужской секции чемпионом мира и по быстрым шахматам, и по блицу стал Магнус Карлсон, доказав всему миру, что он, конечно, чемпион. И весь интернет, и очень большое количество болельщиков следили за этим соревнованием. Я же хотел просто отметить какие-то моменты, которые у нас, как мне показалось, запоминающиеся моменты. Таких моментов была просто уйма, масса. Но, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вот, например, перед вами видео. Я использую все, что есть на Ютубе. Это, в общем-то, в открытом все находится в доступе, миллионы просмотров. Ровно год назад на чемпионате мира произошел забавный эпизод, о котором помнят до сих пор. Это когда белыми играл польский шахматист. Он в сборной Польши находится. По-моему, фамилия Теклав. А черными играл Рауф Мамедов. И все помнят, до сих пор прошел год. Но как вот в этой позиции, я буду включать видео, вы все будете видеть. Как вот в этой позиции. Смотрите. Это ферзь на А3, король на Д3, король идет, король на Д2. И здесь зачем-то шаг, и после хода король Ц3 знаменитое падение. Еще раз, смотрите, как это произошло. Пусть еще раз вы можете посмотреть на позицию, что вот ферзь находится на поле А3. В общем-то, проиграть можно партию только лишь, если пропустив вот этого короля через Д4, Д2 на Ц3. И там ничего не будет, ни шаг, ничего не будет, а будет ферзь в Д2. То есть, если честно, надо постараться проиграть эту партию белыми. Но именно это и демонстрировать польские шахматисты. То есть, это был просто какой-то шедевр. Сначала ладя Ц4, обратите внимание. Пропуская защиту короля на Е3. Затем делает шаг, пропуская короля на Е2. И дальше происходит необъяснимый еще один шаг, ладя Е2, заканяя короля на поле Ц3. И теперь защиты от ферзь Б2 нет физически. То есть, то, что сделал Теклав в этой вот партии шахматист, который играл белыми, это необъяснимо. И когда шахматист, играющий черными, и это происходит на чемпионате мира, делает ход король Ц3, вы сейчас еще раз увидите реакцию Теклава, насколько он был поражен. Но, с одной стороны, забавно, как Сергей Б2 по-разному реагирует. Это самая безобидная реакция в СССР. Но, на самом деле, подобных реакций очень много. И вот, я сейчас хотел вам показать все сегодняшнее, все сегодняшнее заметить. Мы будем смотреть и партии, но в том числе и несколько легендарных видео. Вот, например, на этом чемпионате мира по Блицу случилось, что Марус Карлсон в начале первого тура опоздал. Он играл с Владиславом Ковалевым черными. И выяснилось, что организаторы приглашали какую-то прогулку на свежем воздухе, если я не ошибаюсь. Кстати, вот здесь маленькая пауза. Сейчас я прошу вашего секундочку. А, вот, Карлсона нет. И, в общем, из-за трафика, из-за пробок, Ковалев не знает мне, что делать-то. Ну, давайте, время-то уже началось, а Марклса Карлсона нет. У него всего три минуты. Вот, как он заметил, когда Карлсон, даже не переодевшийся, ибо все спрашивают, где Карлсон, где Карлсон. Чемпиона мира к началу турнира нет. 50 секунд до конца партии. И в турнирный зал приходит Марклс Карлсон. Вы его сейчас сидите в прогулочной одежде. Потом-то он переоделся, конечно, но здесь фактически с прогулки там в свежем воздухе ему пришлось 35 секунд, 34, 33 секунды, 32, 31, 30, и началась партия. Марклс Карлсон. Вот это вот играет партия. Самое удивительное, что белым играет очень сильный герстмейстер. Владислав Ковалев, который, в общем-то, мог бы и, я допускаю, что он мог и в обычной партии выиграть у Карлсона. А теперь смотрите, что происходит и как происходит. Имея 30 секунд, фактически без подготовки, говорили, какая-то лыжная прогулка, что я в подробностях не знаю. Пусть будут лыжные прогулки, Карлсон, значит, с лыжной прогулки опаздывает на партию, имеет 30 секунд и умудрился. Давайте я сейчас чуточку перенапару, чтобы стало примерно понятно. Обратите внимание, через 2 минуты у Карлсона так и остаются 28 секунд, а у Ковалева 45. Вообще сложно представить, как Ковалев почувствовал себя в этой ситуации. Причем идет только дебют и оставит себе ровно столько же секунд, как и у Карлсона. То есть в дебюте Ковалев или в джентльменский поступил, или, ну это необъяснимо, то есть он потратил фактически 2,5 минуты на разыгрывание дебюта. Причем дебют все еще не закончен, как вы видите, с конца 21. И вот они спокойно сидят у одного, 22 секунды у групповой, 17 секунд. Это же Ковалев примет хладной крови, чтобы играть партию. Реально 17 секунд. Коинд 5, 18 секунд на 16 секунд. Да, здесь добавляются по 2 секунды на ход, но это ничто. И теперь у Ковалева на часах 9, 10, 11 секунд. Он начинает ускоряться. То есть все свое преимущество, которое ему подарил Карлсон, Ковалев потерял 4 секунды, 3. И только имея 3 секунды, обратите внимание, белые начали играть в шахматы. 5 секунд на 12. Теперь смотрите, перед нами Эншпиц с двумя слонами. 2 секунды было у Ковалева. То есть играют на 2 секундах, совершенно спокойно, имея 2 секунды в запасе. И теперь смотрите, как Карлсон использует преимущество двух коней в этой партии. Единственный недостаток, конечно, Ковалев, мне кажется, совершенно безобразно. Ну, конь в 3 пойди, хотя бы, чтобы конь в 2 иметь. Ну, а теперь слабые пешки Д4 и Д2. Магнус захватывает пространство на противоположном фланге. Захват пространства на фланге, о чем мы с вами говорили неоднократно. И вот сейчас надо как-то найти недостаток в позиции белых. Важнейший момент. У Карлсон крутит пешку в руках, подтащил короля. 6 секунд, 5 секунд, 4 секунды, 3, 4 секунды. Ладья Б3, король Ф2. Где прорваться? Где прорваться? Как прорваться? Карлсон пока не может прорваться. И что же он придумывает? Ну-ка, смотрим, какой будет перевод. Ж4-100, пешка на белое поле. Изменилась. У них 5 грозит. Ладья врывается в обшорный ряд. Ладья Д1, ладья А2, ладья Б2. Позиции равны. Снова идет захват пространства. Карлсон додвигает пешку до Б4. Он просто душит, душит в этой партии черных. Но как душит-то? Не похоже, что есть прорыв? Нет прорыва, нет прорыва. Указано 7 секунд. Так, слон C4. Ладья... И выясняется, что ладья по линии Е сейчас может зайти в гости. Возможно, это плохо. Ковалев... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перех... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что сделал? Зря он перешел в ладейный Эйншпиль. Активная ладья черных. Активная ладья черных. И смотрите, как математически точно Карлсон выиграл одну пешку. И сейчас ладья Ф4. Король Б4. Активный король, активная ладья, пешка на Ж4 под бой. 5 секунд у черных. 4, 3, шаг. Король защитил пешку, съел пешку. А теперь смотрите, две пешки выигрывают одну пешку. Запомните это. Две пешки всегда лучше, чем одна. Вот это учебный момент. Все, и Ковалев признает поражение в этой партии. Это просто учебная партия. То есть вот то, что здесь продемонстрировал Карлсон, технику, ну не сказать какую-то выдающуюся технику, удушение. То есть и в конце концов белые не выдержали напряжение. Хотя, конечно, вопросов к белым очень-очень много. И вот здесь прямо, вы видите, каждое движение. Карлсон пришел, увидел, победил. Сейчас идет и вокруг него журналисты. Сейчас Карлсон внутри отбудится переодеться. Не забывайте, обратите внимание, все шахматисты в пиджаках, в рубашках. Ну, можно без галстура. Если у кого-то есть галстура, то это, скорее всего, официальные лица. Большинство игроков им разрешено быть без галстука. А вот журналисты сразу же живуют. То есть им даже не дают каждая минута, каждая секунда Карлсона под прицелом видеокамер. Что он делает, что он говорит. Это, конечно, очень интересно. И здесь Карлсон принес извинения за свое опоздание, дал объяснение, почему он опоздал. И сейчас идет в специальную комнату для того, чтобы переодеться в нормальную одежду. То есть фактически, по идее, он вытворил просто фокусник. Фокусник, который опоздал на партию на две с половиной минуты, быстро пришел, выиграл партию и после чего спокойно, хладнокровно пошел переодеться, потому что полагается так называемый дресс-код. А, это видео, которое я вам скинул, да, вот это? Там, где Карлсон? Это видео сейчас, да, совершенно верно. Но вот это видео, оно сейчас везде как бы находится. То есть это вот был первый эпизод, который я вам хотел показать. Вообще, конечно, Карлсон, Карлсон, я вам скажу честно, у меня сложилось следующее впечатление. Это однозначно чемпион мира. И он безоговорочный чемпион мира. Он сильнее всех. И уже только какие-то серьезные, значит, ведущие статистику люди смогут назвать точно, сколько раз он стал чемпионом мира по классическим шахматам. По-моему, пятикратный. Представляете, пятикратный чемпион мира по классическим, обычным историческим шахматам. Пять раз. По-моему. Это очень хорошо. Но, чтобы стало понятно, сборная Аргентины трехкратный чемпион мира по футболу. Карлсон сумел выиграть чемпионат мира пять раз. Но у нас ведь есть еще быстрые шахматы и блиц. Вот здесь я даже... Это надо смотреть в какой-то энциклопедии, выяснять, значит, сколько раз Магнус Карлсон становился чемпионом мира. Но я вам кое-что скажу. Я смотрел его партии, Магнуса Карлсона, и обратил внимание, что у него очень большое количество ошибок. Он сейчас балансирует. Если раньше еще, когда Карлсон был помоложе, он практически не давал соперникам шансов. Практически. То сейчас, может быть, Карлсон, сказывается, возраст все-таки четвертый десяток идет молодому человеку. Да, он в прекрасной физической форме, но по какой-то причине у него стали в партиях встречаться проколы. Зевки, ошибки, упущения. Причем в достаточно большом количестве. Но пока что потенциал, чемпионский потенциал Карлсона настолько высок, что даже с этим багажом зевков, ошибок, неточностей, Карлсон все равно становится чемпионом. И удивительно, если взять какого-то другого, любого шахматиста, и он будет допускать столько ошибок, то он не сможет не то, что там чемпионат мира выиграть. Там бы первенство города какого-нибудь с таким количеством ошибок выиграть, сколько иногда у Карлсона. Но Карлсон все еще выигрывает, может выигрывать. Но вот обратите внимание, это уже давно случилось, мы с вами заметили, что он допускать стал вместо каких-то супергениальных решений, он допускает ошибки. То есть Карлсон уже не тот величайший, сильнейший игрок, который находился на пике своей формы. И Карлсон уже становится ближе, и он дает шансы себя обыграть. Шансы есть. И вот несколько было таких партий и в быстрых, и в блиц. И когда необъяснимые даже ошибки допускал Карлсон, как он проиграл в быстрых Артемьеву, например, сделав зевок. И вот сколько раз он не выиграл выигранные позиции. Очень большое количество. Такого не было раньше. Такого за Карлсоном не замечалось. Но вот везение все-таки на его пока стороне, чемпионское. И я вам вот это вот везение Карлсона покажу. В первую партию, которая была сегодня, Карлсон играл с Раппортом. И это просто невероятнейшая партия. Я даже не знаю, сколько здесь было интересных моментов. Вот в первой оппозиции это типичная французская защита. И Карлсон принимает решение здесь пожертвовать конь Д5. Хотя были какие-то и другие решения. Да-да. А правда, что однажды он с 16 лет? Нет, нет. Детский мат. Хотя он однажды обыграл там за 10 секунд. Кого же он там обыграл за 10 секунд? Основателя главу корпорации Microsoft Билла Гейтса. Но это был такой рекламный выставочный матч. Встреча, значит, Билла Гейтса и Магнуса Карлсона. А детский мат нет уж. Ну, какой детский мат? Ну, смотрите, вот как вообще тут здорово все происходит. Я вам покажу. Здесь Карлсон наносит жертву конь Д5. И только все начинается с этого момента. Здесь необходимо было жертвовать качество. Ладья берет Б5, слон Б5 и играет слон Д5. В этом случае возникала достаточно сложная позиция. Здесь король А8, есть такой интересный ход. Ну, вот, наверное, так можно было пожертвовать в общей сложности целую ладью. Пойти слон Е4, потом А4. И была бы какая-то интересная атака. Но вместо этого Карлсон делает агрессивный ход Е6, который оказывается реально плохой ход. То есть фактически это ход, который проигрывает партию. После король Б7 идет ЕФ. И после ферзь Ф5 позиция черных. У них просто лишние фигуры. И, в общем-то, на этом безоговорочная. Это выигранная позиция за черных. И дальше начинается игра. Еще одна жертва ладья Б4. Конь берет Б4, шаг. Ну, здесь справедливо многие задавались вопросом, а почему Карлсон не пошел просто конь С7? И, допустим, на АБ ладья Ф8 и получил бы абсолютно выигранную позицию. Вместо этого Раппорт делает ход король А6. И следует, ферзь берет Б4, что также является, в общем-то, критической ошибкой. И после слон С2 А4 здесь можно было пойти к конь С3. Но здесь допустимо, это все-таки блиц. А вот дальше начинаются сложно понятные вещи. Конь С7, слон С7, слон Е4, ферзь Ф4, взятие-взятие, ферзь Е4, шаг. И можно было играть ферзь Е6, но я думаю, что ферзь Х1 вполне достаточно. Все-таки большой материальный перевес. И после ферзь А5, король Б7, здесь белые должны были фиксировать ничью ходом ферзь Д7, вечный шаг. Попытаться сделать. Хотя бы попытаться здесь, в этой партии, сделать вечный шаг. Вместо этого Карлсон делает ход А5 с угрозой А6. С угрозой А6 и король будет испытывать проблемы, потому что поле Б7 всегда будет принадлежать белым. А значит, возможно, какие-то матовые финалы. Ладья Аш, Д8. Надо было играть Ж6. И после А6, король А8, произошло необъяснимое. Если я правильно помню, то здесь, Гриша, даже... Вот ты, когда партию эту смотрел, для тебя было очевидно, что необходимо сделать ход вот в этой позиции Ф3. И... И, в общем-то, никто особой защиты от Ф8, Ферзь Ф8 и Ферзь Д5 не видит. Мы часто иногда говорим, что Ферзь, который покидает своего короля, мы это называем ошибкой Лилиенталя. Ну, здесь вот ошибка Раппорта. У него Ферзь вообще на диаметрально противоположном участке доски против короля. Тут можно пойти Ж6, АЖ, Еш5. Ну, вряд ли это поможет. Ну, в этом случае следует ход короля Ф5. И выясняется, что король хладнокровно уходит. И даже если пойти Ферзь Д7, мне почему-то кажется, что можно побить Ферзь Д7. Потом сделать ход Ж7. И неожиданно белые пешки проходят Ферзи. То есть Карлсон здесь должен был победить. И вы знаете, вы видели, как он умеет играть на секундах. Вы видели, как Карлсон вообще умеет играть. И произошло необъяснимое. Он не сделал хода Ф3. Более того, он просчитался и ошибся. Он ставит Ферзя. Делает ход Ферзь Д7. Казалось бы, все, партия заканчивается. Грозит Ферзь Б7. Защиты нет. Но ход ладья Ф4 переворачивает все с ног на голову. И ход, в общем-то, простой. Ладья берет Ф4. Теперь позиция черных выиграна. И вы знаете, вот подобная вещь, такой ход, как Ф8 Ферзь и зевнуть ладья Ф4. Ну, это нетипично для чемпиона мира. Более того, ход Ф3 для него должен быть, ну, очень простой. Из защиты нет. И Карлсон допускает вот такую большую пенку. Ф8 к ладья Ф8, Ферзь Д7. И после ладья Ф4, вы знаете, обычные люди, не чемпион мира, не какие-то везучие люди. Скорее всего, эту партию бы белыми благополучно проиграли. Тем более, играет черными молодой венгерский гроссмейстер Раппорт, который, в общем-то, ну, вот покажи ему эту позицию, он бы, наверное, выиграл 9 из 10. Да какие? 10 из 10 бы выиграл этих партий. Но почему-то здесь, на чемпионате мира против Магнуса Карлсона, он умудрился в этой партии не выиграть. И здесь снова у Карлсона немножко подвезло. Он выбирает, какого Ферзя ставить. Ставит Ферзя Ф8. Правильно, совершенно, потому что Ферзь Ж1. Позиция абсолютно выиграна. Почти 10 единиц в пользу черных. То есть подобные партии вообще, наверное, невозможно. С3. И здесь последовал Ферзь Ф7. И уже черные могли бы поставить мат в 7 ходов. Ну, это, конечно, тяжело сделать. И Ферзь Е4. Вот это была, конечно, ошибка. Оказывается, выигрыш достигался простым подключением ладьи. Вот ладья и король. Ну, шахни ты ладьей короля. И у короля единственный ход. И Ферзь Ф2. И все. И куда бы ни пошел король, съели Ферзя. Эту партию мы уже досматривать не станем. То есть, смотрите, вот в этой позиции. Вот король. Вот он он. Вот ладья. Ладьи. Шахни ладьей короля. У короля фактически единственный ход короля в 5. Я думаю, самый удивительный момент в партии – это вот этот. Как можно ладья с 6 не пойти? Не, ну в 3-то ладно, бывает всякое. Но ладья с 6 не пойти – это как? Как можно было не пойти ладья с 6. То есть, скажи раппорту, покажи раппорту эту позицию. И вот ладья. Она ходит по прямой линии. Вот король. Ладья по прямой линии – шах, и королю некуда ходить. Все. Когда говорят цейтнот или еще что-то, или напряжение, ну вы сами видели тот же самый Карлсон, играя с Ковалевым, как они умеют держать шахматисты высшего экстра уровня напряжения, играя, в общем-то, на секунду. Хотя, конечно, нервы здесь на пределе. Все-таки это чемпионат мира. Ну, с другой стороны, если пенальти, никогда нет никакой гарантии, что вы в футболе забьете пенальти. Но мне почему-то все-таки кажется, что здесь нельзя вот эту позицию сравнивать с пенальти, когда бомбардир, тот, который исполняет пенальти, мне кажется, эту позицию надо сравнить с ситуацией, когда ворота пустые, когда нет вратаря. Вот это вот будет более похоже по своей сути. То есть не пойти ладья Ц6 – это то же самое, как не забить пенальти в пустые ворота без вратаря. То есть вот это вот где-то вот схоже. Ну, а что? Представьте себе, подобная ситуация тоже может быть. Какому-нибудь футболисту скажет, вот пустые ворота, ты пьешь пенальти. Только это не просто пенок, а это значит, от этого удара у тебя будет зависеть звание чемпиона мира по футболу. И даже у любого футболиста судорогой ногу может свести в такой ситуации. Так что иногда можно в пустые ворота не забить. И Раппорт в этой партии тоже не забивает в пустые ворота ходом ладья Ц6. Просто ладья Ц6 и все. И он проходит мимо этого хода, делает шаг в ферзь Е4. Непонятно, о чем он думал. Король Ж5. И здесь вообще происходит ферзь Е3 и король Х5. И вы не поверите, эта позиция уже выравнивается. И здесь Раппорт, у него, видимо, надо было вечный шаг какой-то искать. Он делает ход ферзь Е8. Казалось бы, связка. Обратите внимание, да? Можно было бы не ферзь Е3 пойти. Если уж на то пошло, вот после ферзь Е4. Ну, этот ход уже неподъемный. Сделать ход ладья Б8 и защититься от мата – это тяжело. Ставить ферзя нельзя, потому что ферзь Ж2. Проигрыш. Верзь Ж8 красиво, но Д5 защищаем в любом случае. В любом случае, да, будет защита после взятия. Будет защита пункта Д5. Важно, что от мата защититься. Ну, предположим, это совсем сложно. Но это уже… Это объяснимо. Это действительно надо подумать несколько, хотя бы одну секунду подумать в свободное сноу. Но вот здесь произошел такой вот последний ляп. Ферзь Е8. Казалось бы, связка. Казалось бы, все, партия заканчивается, да? Но объясните, а если поставить ферзя, кто кого связывает-то? Ведь на ферзь берет Ж8 на доске мат. Вы представляете, что произошло вот в этот момент? То есть раппорт, он уже… Ну, а Магнус-то какой? Как вот так вот? Ну, говорят, везет сильнейшему, конечно. И либо наоборот, здесь надо сказать, что ему повезло, поэтому он стал чемпионом мира. То есть он мог эту партию проиграть, и этого очка бы ему не хватило, могло не хватить до звания чемпиона. Ну вот случилось то, что случилось. Но, как вы понимаете, и здесь, в этой партии, в этой партии все закончилось победой. Победа закончилась. Белых, в конце концов. Но вы заметили, насколько большое количество ошибок, зевков? И поверьте мне, не важно, что это чемпионат мира по блицу. Вы знаете, Карлсон раньше играл чище и лучше. Вот с Ковалевым. А Ковалев ему время возвращал? Или он просто думал? Вы не разговаривали еще? Мы посмотрели, только я две минуты убрал. Мне кажется, здесь надо будет спрашивать самого Ковалева, потому что он в дебюте все время сжег. Он не понимал, что делать. Либо ему играть как есть, то есть, имея две с половиной минуты форы. Либо Ковалев как-то вот... Он явно в такой ситуации, видимо, не оказывался никогда. Да и редко кто в такой ситуации оказывался. И Ковалев, в конце концов, дебют еще не был закончен, когда время и у Ковалева, и у Карлсона сравнялось. Там оставались меньше 30 секунд. Там по 20-22 секунды. Объяснения нет. Это может дать только лишь сам спортсмен, который вот так вот играл. Следующую партию я вам покажу. Следующая также забавна. в какой-то из туров Карлсон играл белыми, и ему попал молодой шахматист Мадаминов Мухеддин. О, да-да-да. Большинство из вас никто не слышал пока что, кто такой Мухеддин Мадаминов. И рейтинг-то у него, смотрите, на 500 пунктов. Да как его вообще включили в этот турнир с таким рейтингом низким? Вот у нас, например, в Москве даже талантливых российских шахматистов смогли не допустить в чемпионат мира, потому что у них рейтинг недостаточно. А вот в Казахстане я вообще, у меня подозрение, что туда пускали молодых талантливых игроков, чтобы они имели возможность сыграть с гроссмейстерами, с чемпионами. И у меня такое ощущение, что молодых шахматистов из России, которые приехали в Казахстан принять участие в этом турнире, может оказаться больше, чем на чемпионате мира, который приходил в Москве, в России. В России не допускали российских молодых шахматистов сыграть в чемпионате мира. Надо посчитать. Может быть, я ошибаюсь. Но если я не ошибаюсь, ну, тогда, ну, тогда. И вот Мадаминов, он блестяще провел турнир. Вот не включили бы его в этот турнир и смотрел бы он по интернету. А здесь он был не просто участником. Вы посмотрите, в 18-м туре Мадаминов, молодой фактически пацаненок, вышел на Магнуса Карлсена. Представляете, какая удача. И как он на этом турнире играл. Вот это школа для молодежи. сыграть с легендами вживую, руки сжать, смотреть, биться с ними. Вот это удача. Да это такой рывок может произойти у этих шахматистов. Надо будет запомнить Мадаминов, Мухидин, кто такой, откуда он. Ну, почему я вам эту партию показываю? Во-первых, во-первых, вот здесь фотография. Этой партией белыми играет Карлсен. Это его вот рука. Две минуты у него, а черными Мадаминов играет. Из Узбекистана, что ли, судя по всему. Я плохо пока вижу. Не могу разглядеть функциональный флаг. Гаврион Узбек, да. Из Узбекистана. Ну, хорошо. У него даже фотографии не смогли найти. То есть, это молодой талант, две триста, две четыреста. Откуда он взялся? Но в восемнадцатом туре он вышел на Карлсена.